Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Прошу внимания. Начинается у нас с вами очередная лекция. Лектор у нас сейчас будет выступать перед вами Липкин Михаил Аркадьевич, директор Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук, доктор исторических наук, профессор с темой Советский Союз и Третий Мир во второй половине 20 века. Лекция будет проходить онлайн. Мы вас приветствуем, Михаил Аркадьевич, добрый день. Здравствуйте, мне очень приятно, спасибо огромное за приглашение. Я приношу извинения, что не присутствую лично, но тем не менее с помощью сегодняшней техники надеюсь представить ту презентацию, которую планируют делать это воочию у вас в Велагубе. Я буду говорить о третьем мире и вначале хотел бы, с учетом того, что время хоть вроде бы и 50 минут, но все-таки не безгранично, пробежаться по основным понятиям и основным вехам того, о чем я буду говорить, а потом уже углубиться и показать на конкретных примерах, на конкретных даже документах, которые я здесь проиллюстрирую, мы вместе с вами проанализируем, что же такое представляло собой взаимоотношение между социалистическим вторым миром и условным третьим миром, который у нас появляется вот на рубеже 50-60-х годов, как вполне такое уже осознанное и четкое явление в мировой политике и взаимоотношении. В первую очередь, как бы про третий мир, ну, я надеюсь, что все вы знаете, да, то есть третий мир существовал, пока существовал первый и второй. Первый и второй мир – это разделение, которое произошло в результате холодной войны после окончания Второй мировой войны, разные, как бы, периодизации, когда же началась холодная война, если смотреть с точки зрения экономики, то достаточно четкий такой рубеж – это 1947 год, это план маршала применительных странам Западной Европы и, как бы, неучастие в нем, собственно, в 1949 году образует Совет экономической взаимопомощи, да, свой аналог плана маршала для стран социалистической ориентации, для союзников Советского Союза, который стал осуществляться на условном Востоке. И когда появляются вот эти вот деколонизированные страны в результате процесса национального освобождения, который идет такой цепочкой после Второй мировой войны, ну, самые крупные игроки – это 1947 год – Индонезия, 1949 год – Индия, и дальше вот 60-й год – это просто считается годом Африки, когда одновременно в течение одного года вместе с 18 стран получают независимость бывших колоний, то вот тут, конечно, начинается соревнование уже между социалистическим миром и миром капиталистическим за сердца, за ума, умы вот жителей этих новых стран, которые пока еще никак не окрашены никакой идеологией. Ну и помимо этого идет, естественно, и некий прагматический экономический интерес. И вот соотношение идеологии, идеологии холодной войны и соотношение прагматики, что кому было выгоднее – вот это вот то, о чем я собираюсь говорить в сегодняшней лекции. Если можно второй слайд. То, что мы называем третьим миром, также, по сути дела, имеет синонимичное значение – это развивающиеся страны. Изначально в советских документах они фигурирули как слаборазвитые страны, которым требовалась помощь. А в последнее время мы, особенно на Западе, оперируют понятием «глобальный юг», по сути дела, безотносительно того, к какому континенту относится страна, находится ли она действительно на юге или на севере. Условно, глобальный север более богатый, более развитый, в силу разных исторических обстоятельств, причем к нему, как правило, на нем приписывают и Россию, и Китай, и Японию. А условно, глобальный юг – это наиболее слаборазвитые страны на данный момент времени. И больше по экономическим принципам идет этот ассоциативный ряд, но он утвержден в документах различных международных организаций. Где-то с конца 80-х годов Организация Сотрудничества развития его употребляет, документы ООН, потому что сейчас уже понятие «третье мира», когда-то он был «третье мира», сейчас, например, страны типа, о которых я буду говорить, в том числе, Турция, Индия, Египет, но, в общем-то, это не самые последние страны современности, поэтому, может быть, частым даже и неприятно такое упоминание, но тогда в логике той исторической эпохи, о которой я говорю, это было вполне себе уместно и общепринято. Вот обложки двух книг, которые Евгений Александрович Косипов должен был привести Елабогу, которые мы, в том числе, передадим в библиотеку Казанского федерального университета для ознакомления. Это результат того проекта исследовательского, который происходит и, в общем-то, завершается в этом году на базе института всеобщей истории, благодаря которому мы и по-новому взглянули на многие документы и многие аспекты взаимоотношений, в том числе между вторым и третьим миром. Это моя монография общая по Совету экономической взаимопомощи и коллективная монография «Мировая система социализма и глобальной экономики», где, в том числе, например, есть раздел по экспортным операциям и вообще внешней торговле стран СЭФ, в том числе и с третьим миром, который существенно дополняет картину того, что же это было в экономическом разрезе. Если можно, следующий слайд. Говоря о взаимоотношениях с третьим миром, надо вспомнить о том, что я себя представлял на второй мир и как вообще строились там взаимоотношения, потому что я много буду говорить про Советы экономической взаимопомощи как такую вот внешнюю оболочку и, собственно, ядро того, что было предложено на 20-м съезде КПСС, известном в связи со своей дисталинизацией, но в том числе и прогласившим достаточно такую новую интересную экономическую повестку. И именно там было введено в употребление впервые термин «мировая система социализма». Да, еще товарищ Сталин говорил про некие социалистические лагеры. Конечно, на мировой году лагерь не в том смысле, который мы его воспринимаем как лагерь, некий конституционный лагерь. Но именно мировая система социализма – это не только страны, которые входили непосредственно в СЭФ. Это было шире. Это замах был глобальный. Замах был как альтернатива вообще всей капиталистической системе. И здесь были плюсы и минусы, которые для себя находили как раз вот страны, развивающиеся страны, которые освободились от полуниальной зависимости. И вот как, собственно, строился механизм принятия решений, выработки стратегии развития, если можно сказать, так, так, восточного блока, который, особенно в послесталинский период, он далеко не весь диктовался из Москвы. Он принимался вместе со странами социалистических. И как показывает история СЭФ, очень часто ряд стран просто как бы действительно меняли и повестку, вносили свои пункты в повестку, а то и вовсе как бы тормозили какие-то вещи по углублению интеграции, или наоборот тратывали за расширение и принятие новых членов в это объединение. Вот взаимодействие трех составляющих, это были, собственно, встречи на высшем уровне, встречи руководителей политических рабочих партий, по сути дела, да, руководителей социалистических стран, как формальные, так и неформальные. Особенно много неформально, например, практиковал Леонид Ильич Прежнев, вплоть до различных приемов в Ялте, в Петунде, которые он устраивал для лидеров других стран, где неформально в этой обстановке, без всякого давления прессы, без всяких коммуникет, обсуждались наиболее сложные, наиболее узловые, или наоборот наиболее новые идеи проговаривались, которые бы вызвали или не вызвали ту или иную реакцию у союзников. И два столпа основных, собственно, принятие и осуществление решений с точки зрения экономики, в первую очередь, хотя не только, это Совет экономической зоны помощи, а с точки зрения общей такой стратегической координации политической и военной, это организация Варшавского договора. Для ОВД главным был политический и консультативный комитет, для СЭВ, как он, собственно, функционировал, это был исполнительный комитет, это были ежегодные сессии СЭВа, их готовил исполнительный комитет, который, как правило, несколько раз заседал в течение года, и дальше ему подчинялись различные крестливые комиссии, и вот чем дальше, тем куст этих комиссий различных разрастался. Если можно, следующий слайд. Если мы говорим про то, как в постсталинский период, ну, собственно, потому что он совпал с появлением третьего мира с окончательным распадом империй и освобождением стран от колумбинальной зависимости, то вот как выглядели основные институты применительно к оформлению именно внутри Советской, ну, то есть внешне Советской, да, как бы чисто Советский Союз, внутри Советского Союза, те органы, которые принимали решение по оказанию технического содействия. И здесь два слова надо сказать, что вот в лексиконе советских организаций и СЭВовских организаций, фиталистических, речь шла про техническое содействие. И это был такой очень емкий термин. По сути, он во многом соответствовал тому, что на Западе называлось AIDS, помощь, да, но речь шла не только про технику, речь шла про массу вещей, про обучение кадров на местах, обучение кадров в вузах, в виде стажировок различных в соц. странах, про передачу технологий, про строительство комплексных объектов. И как раз вот здесь мы видим, да, как менялись структуры. Главное инженерное управление изначально было создано, там больше, главного образа, шло передача вооружений в различные страны. И в первую очередь вообще, когда в 1953 году вот эта вот структура стала формироваться, то изначально-то там не так много было стран третьего мира, там речь шла в первую очередь про вот именно вот соцсотружество и именно страны, связанные различными соглашениями с Советским Союзом. Так вот, главное инженерное управление осуществляло поставки вооружений в эти страны, а управление поделало научно-техническое сотрудничество. Первоначально все они были в рамках вот Министерства внешней торговли. Потом оно вообще разделяется отдельно внешней торговлей, отдельно внутренне. Осуществляло именно вот помощь кредитами, помощь различными кадрами. Ну, в том числе, например, вот если брать, да, в 1953 год, то в 1950 году был подписан договор о дружбе с Китайской Народной Республикой. Соответственно, вот в том числе и не членам СЭФ, например, они тоже предоставляли странам социалистической ориентации на тот момент тоже предоставляли помощь. Затем они все были вот эти вот подразделения вынуты из Министерства торговли и переданы под управление Советом министров СССР. Изначально это называлось Главным управлением по делам экономических связей со странами народной демократии. И затем уже в 1957 году все это было объединено, включено в такую известную структуру, как Государственный комитет СССР по внешнеэкономическим связям, он же ГКС, и он просчитал вплоть до 80-х годов. И вот он уже, конечно, поскольку это 1957 год, вот помощь там различным странам, Вьетнаму, различным странам Африки, как правило, координировалось вместе с ним. Он со стороны Советского Союза разрабатывал эти все программы и курировал их отчетления на двухсторонней основе. На многосторонней основе. Для этого возникает в 61-м году соответствующее подразделение Совета экономической взаимопомощи. Можно в следующий слайд? Вот это очень выборочное количество как бы и схемка такая, что же себе представлял СЭФ. Как я говорил, да, раз в год собирается, как правило, если нет какой-то чрезвычайности, сессия СЭФ, она принимает основные решения, которые, как правило, все-таки носили рекомендательный характер, но как бы были наиболее такими авторитетными установочными с точки зрения этой организации. И дальше под исполнительным комитетом существовали, как правило, по отраслевой признаку различные постоянные комитеты. Так вот, мы здесь видим, да, постоянные комиссии по внешней торговле, по валютным финансам вопросам, и в дальнейшем появляется уже там в ходе реформ Крущевских Международный банк экономического сотрудничества, в ходе реформ Косыгинских там появляется Международный инвестиционный банк по комплексной программе в начале 70-х годов. Очень важно было бюро по координации плановой деятельности, потому что все это было в рамках плановой экономики. Была постоянная комиссия по научно-техническим сотрудничества, она касалась именно стран СЭВА, то есть в основном восточноевропейские страны, потом Куба появляется и так далее. Но и там появлялись такие вот отход подразделения, которые были достаточно независимыми, и в том числе, если будет время, скажу, например, на волне нефтяного кризиса, энергетического, в 1973 году образуется бюро по нефти, причем к нему колоссальный интерес имеет и Югославия, она тоже туда входит. А Югославия была самоопределяющим членом, как вы помните, изначально, после истории Сталина и Тита отношения были крайне обустарины, и именно вот Крущев начинает улучшать отношения где-то вот в 60-х годах в Югославии получает единственный статус ассоциированного члена в СЭВе, и в тех моментах, где она была заинтересована, она участвовала, где не заинтересована, она считала для себя решение СЭВ необязательным. Так вот, именно в 70-е годы происходит такая вот попытка координации закупок дефицитных ресурсов энергетических, в первую очередь нефти в третьем мире, в третьих странах, потому что кризис ударяет и по соцстранам, у них закрывается возможность диверсифицировать свои энергетические поставки, потому что основной поставщик Советский Союз, но все-таки что-то они докупали в западных странах, а когда их подвержен эмбарго, в результате действия ОПЕК, то тут стал вопрос, что надо самим идти в третий мир, и как раз очень интересен был механизм СЭВа, потому что в одиночку было сложно это делать, они пытались это делать вот скоординировать. Если можно, следующий слайд. Вот это вот различные формы членства или как бы ассоциативных статусов с СЭВом на момент конца 70-х годов. И здесь интересно, что именно как вот такой экономически привлекательной модель, где давался, предоставлялась как бы помощь в плане индустриализации слабо-развитых стран, где, естественно, при этом рекламировалась модель плановой экономики, плановой системы, централизованной управлением экономикой в новых странах, которые брали на себя модель соцстранов и которые устанавливали какие-то отношения с Советом экономической зановой помощи. То есть, здесь мы видим, что это была реально глобальная по такому делу организация. Это отнюдь не только европейские члены СЭВ, как это было изначально до 62-го года, до включения, например, Монголии. Мы здесь видим с различными датами, там же Албания вышла в начале 60-х годов, причем формально не вышла, но де-факто она перестала участвовать основных стран-членов, и мы видим достаточно большой список наблюдателей. Причем особенно интересно, что именно в 70-е годы наступает апогей влияния СЭВа на фоне кризисов, которые потрясали западную капиталистическую систему. Мы помним, начало 70-х годов это кризис Бреттон-Буттской системы, в 73-м годах энергетический кризис и перестройка всех комплексов хозяйственных в Западной Европе, все неурядицы связанные с валютами и так далее. При этом вроде бы видимая такая стабильность и понятное развитие стран социалистических. А в 80-е годы по инерции еще что-то такое происходит, но уже, конечно, видно, что начинает спадать ареал такой славы с плановой экономики и с того, как она себя транслирует в мире. Тем не менее, если мы посмотрим на список даже не стран, членов или ассоциативных членов, а вот наблюдателей в Севе, то 86-й год это Афганистан, 86-й год это Йемен, 86-й год это Лаоска Народная Немократическая Республика, 85-й год это Мозамбик, 84-й год это Никарагуа и 86-й год это Эфиопия. И потом происходит, в общем-то, некий происпад. Дело в том, что начало 70-х годов по сути взят курс на то, что Сев после того, как он принял комплексную программу социалистической экономической интеграции в 71-м году, вначале он, конечно, пытался удостичь углубления интеграции, но тут, как всегда, надо было либо принимать какие-то радикальные меры и исключать каких-то членов, которые это тормозили, потому что очень разная разница экономических потенциалов, разные интересы, и как раз вот если бы удалось ввести не единую валюту, некий аналог доллара на тот пространственный, тогда бы это, конечно, совсем все по-другому заиграло, но этого сделать не удалось, не удалось окончательно договориться о том, как, по какой методике устанавливались справедливые равновесные цены, все время по-разному пересчитывали, очищая цены мирового рынка, и в итоге, по сути, СЭП стал расширяться шире, не совсем, как бы сказать, чтобы именно через членов, хотя, пожалуйста, 72-й год Куба вступает, потом Вьетнам вступает на протяжении 70-х годов, и вроде бы безумный интерес, куча запросов на вступление, на то, чтобы стать наблюдателем СЭП со стороны Латинской Америки, создается, например, при том, что Мексика какой-то там особый статус не приобретает, но создается специальная совместная комиссия экономическая с Мексикой, с Ираком, с Финляндией, и действительно кажется, что это глобальная альтернатива, это не просто что-то на бумаге. А в 80-е годы, к сожалению, происходят, конечно, негативные экономические вещи, связанные с большой долговой зависимостью что стран третьего мира, что самих, в общем-то, социалистических стран. Вообще, если говорить про то, как боролись и какие были основные идеи проекта построения справедливого миропорядка с точки зрения экономики, то именно вот в 60-е годы эти дискуссии разворачивались, они разворачивались в 70-е годы. Если можно пойти вниз через несколько кадров пролистать. Ну, вот это вот здание, книжка СТЭП, которая, по сути дела, вполне может быть сравнена с созданием ООН по тому, как она строилась, как она замышлялась, как она построена и вкладывались все страны-члены. Да, если можно, дальше пойти. Нет, дальше. 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 Дальше там, где хронология, там ниже. Еще ниже. Еще ниже. Еще ниже. Еще ниже. Ну, вот это вот Третий мир. Это, кстати, вот карта из книги Джулиана Горовини «Аптин Пайс». Она просто показывает видуально количество этих стран Третьего мира, которые становятся самостоятельными игроками на глобальной арене. Да, если можно ниже. Ниже. Вот. Вот на чем я хотел остановиться, как раз вот на основных событиях, связанных с историей именно становления Третьего мира, как некого самостоятельного субъекта мировых отношений, который начинает теснить точную логику деления мира исключительно на вот сторонников Запада и сторонников Востока, на Первый и Второй мир. И, что я хотел сказать, вот, очень важно, да, в 64-й год создание Юнг-Танции. United Nations Conference on Trade and Development. С этим были связаны многие чаяния стран Третьего мира и, по сути дела, это был некий проект, альтернативный проекту мировой системы социализма, которую двигал Советский Союз через СЭФ, через структуру СЭФа, когда в 64-м году на приглашение образования этой организации, за которую ратовал помощь Советский Союз, ну, преследовав некие свои интересы, думая, что как бы это будет модель советская, там была масса социалистических идеатов, но они не все были в исполнении именно Советского Союза. Была организована эта структура, на открытии выступил с пламенной речью известный всем Че Гевара, где, если его послушать, то действительно такая вот совершенно зажигательная речь о том, как новая расправедливость восторжествует и вообще создание этих структур, что ЮНКТА в 64-м году, что в 66-м году ЮНИДА, Организация по промышленному развитию ООН, были связаны с планами и представлениями о новом мировом экономическом порядке, который как раз продвигали страны третьего мира, которые объединялись в разные такие вот объединения между собой, можно вспомнить и движение и присоединение, вот видите здесь, и группа 77 стран, куда, кстати, сходила Куба, которая одновременно являлась членом СЭП, и поэтому она себя очень своеобразно позиционировала в рамках СЭП и была тем ценна, всячески как бы эту ценность свою поднимала для организации. И, по сути дела, вот если мы берем 60-е, 70-е, и где-то до 80-х годов, когда 80-х уже происходит понимание того, что вот эти альтернативные попытки создать некий более справедливый экономический порядок, они вот рушатся из-за того, что происходят проблемы в экономике всех этих стран. Речь идет о том, что 60-е, 70-е годы вполне себе соперничает проект условно Братенгутский, ну, начало 70-х годов Братенгутская система с точки зрения привязки доллара к глотому фондарту терпит крах, но институты все основные остаются, это Международный валютный фонд, Международный Банк Реконструкции и Развития, это ГАД, которые как раз вот через создание Юнгтад, страны третьего мира, пытались привязать под контроль Организации Объединенных Наций, и как бы они хотели представить это, что, во-первых, они туда пойдут представление, чтобы были представлены их интересы, во-вторых, чтобы как бы, ну, как массовые участники, они бы имели влияние на эти институты, и там были более справедливые ставки по кредитам, чтобы какие цели они ставили, такие вполне социалистические, что как бы контроль над недрами должен быть у суверенных государств и так далее, и так далее. Советский Союз, естественно, выступал со своей повесткой, где он тоже, в том числе, сопротивлялся санкциям, сопротивлялся различным барьерам, тарифам, которые ставил, например, общий рынок, это Европейское интеграционное объединение, которое уже в 92-м году нам известно как Европейский Союз, их предшественники, его предшественники, и Советский Союз активно участвовал и в Юнгтад, и в Юнидо, но где-то именно с середины 70-х, в общем-то, интерес его к Юнгтаду немножко падает, больше веса у него появляется в Юнидо, именно как у страны, как у лидера организации, СЭВА, который несет, по сути дела, промышленное просвещение, несет промышленную культуру, индустриальную культуру, и на очень выгодных условиях по отношению с другим странам, капиталистично предлагает их новым развитым государством как свою модель и готова в этом участвовать. Что касается Юнгтад, то надо сказать, что как раз где-то в 70-е годы страны третьего мира начинают с Советского Союза и все страны, они выводят из этого различия между капиталистами и странами, считая, что по уровню развития промышленности вы все примерно в одной категории, и вы нам должны. И это, конечно, вступает в некую коллизию с тем, как себя видят Советский Союз и свою возможную ассоциацию с этими странами третьего мира, которые, с одной стороны, он всегда подыгрывал, идеологически они ему были симпатичны, он помогал в становлении новых независимых стран, с другой стороны, он вовсе не собирался садиться в одну лодку с радовыми западными странами. Так вот, к 80-м годам подходят эти три проекта, глобальный проект условно, глобализации на базе институтов западных формистических, проект Советского Союза на базе СЭП, и проект некого нового справедливого экономического развития на базе этих структур, которые создали третий стран, ЮНГТАТ и ЮНИНГТАТ. И, к сожалению, именно в 80-е годы попадают, по сути дела, что те, что другие, полную, полную или существенную зависимость от структур и институтов как раз категоридического мира. Практически, что подавляющее количество стран третьего мира, что ведущие соцстраны, например, если вспомнить Польшу, 80-й год, это же просто почти страна на грани катастрофы, поэтому там и различные вступления начинаются. Набрав западных кредитов, на волне разрядки, на волне конвергенции, при не очень эффективной модели экономики Польши, Советский Союз пытался всячески спасти Варшаву. То есть, фактически, перенаправлены были все потоки поставок, уменьшены, в Чехию, в Венгрию, куда только можно, лишь бы дать побольше Польше, потому что там просто создалась плохая ситуация. И, в общем-то, большая часть восточно-европейских стран попали в зависимость, долговую, существенное, политическое влияние, все прочее, от институтов, которые кто-то не признавал, кто-то, наоборот, не пытался входить. Существует много дискуссий о том, а может быть, если Советский Союз все-таки и сам повернулся лицом, как МВФ вошел туда вместе с целым пулом, тот стран, может быть, как бы и внутри удалось поменять эту организацию в лучшую сторону, к выгоде стран третьего мира. Но вот факт остается фактом, что, по сути дела, в 60-е годы остается уже только одна стратегическая линия. Организация глобального экономического пространства сдувается и теряет свою привлекательность на все идеи нового мирового экономического порядка. Начинаются проблемы внутри стран стратегического блока и тот ареал СЭФ, то его влияние, которое было велико в 60-70-е годы, оно, конечно, теряет свою значимость. Особенно, ну, вот, можно назвать то, что, на самом деле, в 2-й половине северных годов Михаил Сергеевич Горбачев уже попытался провести реформу СЭФ. И заключалась она в том, что, если не ошибаюсь, в 87-й год, в 96-й, он попросил просто всех неевропейских членов СЭФ выйти из СЭФа. Например, ту же самую кулу. Ну, с одной стороны, понимаете, все-таки была некая логика о развитии СЭФа, как вот, не знаю, нынешний Асян или чего-то такого. То есть, идти по расширительному сценарию, ладно, как бы не получается сильно идти на углубление интеграции по западноевропейской модели, но не обязательно же быть точной копией европейских сообществ. Можно ли свою придумать? И вот вплоть до где-то середины 80-х, да, особенно, видим, даже в 65-е, в 86-е, вступают в страны третьего мира достаточно активно. И вдруг потом просят самих членов СЭФ не европейских оттуда выйти, чтобы попытаться вот сохранить в костях ядро СЭФ и опять как бы углубить интеграцию по модели вот западноевропейской. Но уже были совершенно другие как бы везде течения, влияния, и мне кажется, как бы вопрос спорный, он требует разбора по документам 80-х годов, что, конечно, имиджевые потери от этих поворотов таких утерных, да, вот внутри СЭФа, они, конечно, очень сильно расстроили вообще, как видели Советский Союз в конце 50-х годов эти страны развивающихся мира, и, ну, собственно, то, как вообще, где была логика Советского Союза, как он себя позиционировал относительно их. Тем не менее, если можно, мы вернемся немножко назад, и чуть более подробно поговорим про хрущевский период, который вот крайне любопытный, можно вверх подняться по презентации? Вверх к хрущевским слайдам можно подняться? Еще, 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 еще. Вот, вот, стоп, 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 ну, вот, если можно, выше диаграммы. вот показатель, выше слайд один. Да. Вот, собственно, в чем же был экономический интерес, да, при том, что мы понимаем, что идеологически был интерес, и я его еще немножко подчеркнул, в чем же был прагматический интерес к третьему миру? Вот, например, уже в 62-м году, а в 61-м году, напомню, как раз был образован постоянный комитет технического содействия, как параллель к тем инициативам, которые президент Кеннеди проглотил в США, когда было создано United States USAID, специальное централизованное агентство вот, как бы, в Штатах, и было провозглашено, что именно, как бы, экономическая угроза распространяется во всем странам третьего мира, но надо противопоставить им свою помощь, причем американцы это жестко ставили в вязке с тем, что все должно предоставить только в американских долларов, выплачиваться только в американских долларов, и, по сути дела, это был некий аналог ленд-лиза, потому что, как бы, заказы шли на американские же услуги, на американские же продукты в этих странах третьего мира. Советский Союз тоже, в общем-то, смотрел глобально и глобально вел мирные соревнования с капиталистическим миром, присматриваясь к тому, где наиболее узкие места в точке времени в первую очередь я их интересовал. Вот здесь вы видите диаграмму, на которой показано соотношение ресурсов мировых, разведанных на тот момент, собственно, между кап-странами странами и вот странами, еще неопределившимися, как бы, за сердца которых стоит, как бы, побороться. Если можно ниже пойти? Еще ниже. Еще ниже. Вот. Нет, Слишком. Там, где митинг был. Можно повыше? Еще. Еще. Еще повыше. Вот. Вот, например, митинг советского, назывался митинг-дружба, да, советско-малийский, который состоялся 30 мая 62-го года в Москве, в Кремле. Ну, не знаю, сколько это видно, то есть, такие святые флаги, и вот, видите, и татуи Ленина, и, естественно, вокруг, как бы, социалистические идеологии все объединяются, и массивные визиты, делегации, как бы, из ключевых стран третьего мира, связанные с тем, что именно в 62-м, 63-м году, в 63-м году были подписаны юнткие соглашения между странами общего рынка западноевропейскими, между странами европейского экономического сообщества и целой серии стран Африки, бывших колоний европейских, французских, бельгийских, английских, вот, с целью помощи им, и это очень, конечно, возбудило ревность со стороны Никиты Сергеевича и вообще советского руководства, и начались такие вот, в первую очередь, двусторонние, точечные вещи, ну и в том числе, в 61-й год, образованный постоянный комитет по техническому содействию в рамках СЭФа, тоже по нему, по его линии начинается, в первую очередь, сбор информации, вот, а вот затем уже в 70-е годы и координация действий в Третьем, если можно ниже. Вот, например, да, вот встреча Хрущева с делегацией Нигерии. Любопытно, что на переднем плане справа вы видите том, посвященный истории Великой Отечественной войны, который подготовил тогда еще объединенный институт истории. Ну, то есть, вот, я сейчас сижу в институте общей истории, который образовался в результате разделения института истории Академии СССР в 68-м году на институт российской истории и институт всеобщей истории. То есть, это писали мои коллеги в начале 60-х годов, поиздавали, и видите, что это тоже как бы лежало на столе у высшего руководства при встречах с делегациями 3-го мира. Если можно, ниже. Фотографии пока, да. Вот одни из ключевых лиц, связанных с реформами Крущева в начале 60-х годов. Там была большая повестка связанная с реформой СЭВа вообще, ну и в том числе, соответственно, образование вот этого комитета комиссии по оказанию технического содействия. Вот вы видите, собственно, да, и лица как бы европейские, и неевропейские. Здесь представитель Чехословакии, здесь вот в центре высокая фигура это Новиков, который у Крущева отвечал, как раз и готовил целый пакет реформ СЭВи. А слева, вот крайне слева, это Фадеев. Это, в общем-то, такая фигура легендарная, он пришел из многих кругов, он достаточно долго вызволял Советы экономической злопомощи, и, конечно, был такой яркой фразматичной фигурой, которой долго не хватало этой организации. Справа это представитель Чехословакии, ну, а в середине, как я бы сказал, представитель Монголии. Если вот можно ниже пойти, да, вот этот достаточно интересный, как бы, говорящий документ, который вы можете сами прочитать, вот, тут есть и на английском выдержка, переводная, и, собственно, в оригинале, да, это вот план материала уступления советского делегата на внеочередной сессии СЭВ в 62-м году, где вообще идея Крущева был создать такой некий супергосплав, где в будущем вообще сольются, как бы, пропадут национальные границы, сольются вместе все экономики, выгоды экономики масштаба, не надо дублировать производство одного и того же во всех странах, как бы, от этого будет выгода в экономии средств, и, соответственно, страны, которые стремятся к 80-му году к коммунизму, а это была генеральная стратегическая задача, смогут победить капитализм со всеми вытекающими последствиями. И здесь же вы видите, да, мировая система социализма звучит вот как один инструмент достижения этой цели. Если можно, ниже. Ну, а это уже, соответственно, фотография из другой эпохи, после того, как в 64-м году сняли Хрущева, главные, да, вот, собственно, такие проводники, идеологи, ну, Леонид Ильинич как бы больше как бы не столько детально писал, сколько как бы патронировал, а вот Косыгин главный, конечно, двигатель для фон, причем как внутри Советского Союза, так и в рамках СЭВа. И именно он пытался всячески усиливать в Советском коммерческой зонопомощи, понимая, что приходит новая эпоха открытия железного занавеса, и это классическая разрядка 70-х годов, которые готовили и Брежнев, и Косыгин. Брежневу больше, конечно, интересовали общие внешнеполитические вопросы, отношения с тем же Китаем, а мы помним, что холодная война, она была между Советским Союзом и США, но свое соперничество было и внутри мировой системы социализма, и это в первую очередь между Советским Союзом и Китаем, причем ревность и действительно соперничество в плане влияния даже на некоторых странах третьего мира чувствовалось, ну и самая острая фаза это 69-й год, когда чуть дело не дошло до прямого военного, как бы полномасштабной войны, то есть прямое военное столкновение было, но оно носило спорадический эпизодический характер, помним события на Даманске, например, и от этого сильно поменялись приоритеты Советского Союза внешней политики, был пересмотр всего-всего, и в том числе акцент на укрепление связи внутри СЭФ, внутри СОДРУЖЕНСТВ, он последовал очень сильно. А если можно ниже хотим? Нет, ниже. Ниже. Вот, стоп-стоп-стоп. Очень быстро можно вверх немножко. Вот, да, вот, реалии уже как бы из начала 70-х годов, это то, когда именно в Севере учреждается специальный бонд в рамках Международного банка, который будет спонсировать отношения со стороны третьего мира в рамках как раз попыток координации. Не просто там обмена информацией, не просто там каких-то сводных информационных бюллетеней, что в такой стране происходит, а именно уже по тому, как вместе действуют стран третьего мира. Можно вверх подняться на один документ? Ниже. 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 Стоп-стоп. А. И тогда ниже. Вот. Вот, например, как вообще это все встроилось, как это все происходило в рамках СФ-70-х годов. Вот видите документы из архива экономики, информация от советской делегации по задачам исследовательских, изыскательских работ геологических в Йемене с 2007-х годов. И вот справа вверху, видите, очень интересно, ручкой отмечено с подчеркиванием список заинтересованных стран. То есть это те страны, которые потом между собой образовывали пул, который заходил в эту страну и конкурировал там с ведущими западными корпорациями. Вот вы видите, что... Тут просто написано заинтересованных стран. Но первое идет, если я не ошибаюсь, Венгерск, по-моему, или СССР, ЧССР. Нет, СССР, ЧССР, плохо видно. В общем, первая страна, как правило, она являлась организующей координатором, а другие как бы ей, не сказать, что подчинялись, но по сути дела с ней согласовывали свои решения и далеко, как вы видите, не все страны СССР хотели идти в Йемен. Но были страны, у которых конкретный интерес был к Йемену, были страны, у которых конкретный интерес был, не знаю, к Турции, к Ирану. Потому что сказали, что, например, Чехословакия и Венгрия имели, и Польша имели свои собственные комиссии по двусторонней с рядом других стран. И у них были свои вполне особенные интересы. Если можно, несподинь. Вот, например, проект постоянного комитета по КИМИ о мерах по уменьшению импортной зависимости от кап стран 1974 года. И что в нем прописывается? В нем прописывается, что, по сути дела, прагматический экономический интерес стран соцсотрудничества второго мира в том, чтобы установить динамичные отношения с третьим миром и снизить свою зависимость от кап стран. За счет развития торговых отношений культурных, экономических с третьим миром диверсифицировать свои отношения и как раз не попасть в ту ловушку, в которую попало Польшу в 80-м году. То есть, как бы, все-таки уравновесить себя и в то же время свои статьи экспорта продемонстрировать их лучших качествах как бы вот если экспорт технологий восточноевропейских в западные страны не очень шел, то как раз здесь технологическая продукция в страны третьего мира, она пользуется своим спросом и что как бы председательно важно, то, что многие смеются и масса документов тоже, естественно, там и про брак, который был. Извините, пожалуйста, вы просили вас вам напомнить. Я перехожу к выводам. Про то, что как бы вот там и брак был и что-то еще там было и, естественно, не сразу там реклама была все проще, как бы это рождалось на месте, но с точки зрения третьего мира, на самом деле, то, что поставлял Советский Союз, оно было приемлемо, оно было прогрессивно и это были доступны технологии за приемлемые деньги. В отличие от, конечно, более, может быть, качественных вещей, которые предлагали странами Запада, но за гораздо большие деньги и с гораздо большими сложными местами. Если можно перейти к последней иллюстрации. Вот последние две иллюстрации я вам показать. Вот вы видите, что как здесь за 78-й год, на 78-м год, причем практически за 77-й год, вот тут данные по обучающимся. Причем вы видите соотношение между регионами, соотношение между странами, которые обучались в странах СЭФ на тот или иной период времени. И это те данные, которые часто забывают, когда говорят, думают только о кредитах, думают только о технологиях. Это, конечно, то, что давал Советский Союз, то, что давали социалистические страны, техника экономических содействий, так называлось, странам третьего мира. Что можно, в общем-то, сказать в итоге? То, что в принципе, хотя с одной стороны увидим, что хуже скоординированы были, конечно, действия соцстран, в отличие от КАФ-страна. В отличие от американских программ помощи, все-таки советские и СЭФ-ские проекты были менее эгоцентричными. Очевидно, что то, что они были хуже скоординированы, были больше к выгоде стран третьего мира, потому что было между чем выбирать. У них была некая альтернатива. Они тем самым сбивали цены и на западные кредиты, и на западное оборудование, и могли выбирать, апеллировать и туда, и туда, объединяясь в рамках ООН, как бы блокируясь в зависимости от того или иного вопроса, который там стоит, относя к своей интересы со странами соцсодружества. Если американские технические финансовые программы превосходили советские и вообще в целом социалистические как по масштабам, так и по жёгкости и увязке оплаты твёрдой валюты, заказом товаров в США, социалистическая помощь принимала бартерная схема оплаты, сырьём, нетвёрдой валюты и так далее, и вообще больше плава в развитии именно местной инфраструктуры, местных кадров, пытаясь вырастить новые индустриальные культуры на местах, экспортировать индустриализацию вместе с плановой экономикой, нежели поставить сознательно страны глобального юга в некую зависимость от себя. И в целом, несмотря на то, что тут есть элементы, конечно, поиска взаимовыгодности и прагматизма какого-то для себя, всё-таки это была несколько другая философия помощи и практика помощи, имеющая меньше гораздо масштаба, чем западная помощь, но по пиар-масштабу, по уровню того, как воспринималась красная угроза в третьем мире, конечно, она имела очень большое влияние. И что хочется сказать напоследок, ну, как бы, хочется сказать, что в итоге, конечно, примитивно уже к постиндустриальной эпохе, то есть вот эти вот модели импортированной индустриализации, то есть они уже немножко изживают себя, а вот перейти на новый уровень, перейти на уровень, где были бы развиты финансовые инструменты, где были бы развиты финансовые кредиты, единая валюта, в которую могли бы соц. страны осуществлять свои операции и взаимоотношения устраивать с третьим миром. К сожалению, вот это вот как раз то, что мне удалось ни Советскому Союзу, ни СЭВу, ну и в итоге вот в конце 50-х годов привело к тому, что в рамках мирного своего существования социалистическая модель себя вот проявила не с лучшей стороны. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Михаил Аркадьевич, будут ли вопросы у слушателей, у коллег? Пожалуйста. Вам большой привет, Михаил Аркадьевич, передают ваши коллеги. Александр Степанович Болезин, он сейчас слушал с увлечением вашей лекции, он сейчас вышел, поэтому спасибо огромное вам. Вот Машу-то вам передают привет, Денис Валерьевич. Так что спасибо вам огромное за лекцию, за прекрасное выступление, за возможность выхода онлайн к нам присоединиться. Это действительно, в общем-то, ну, наверное, благодаря плохому, что случается что-то хорошее, поэтому спасибо большое. Мы вас приветствуем еще раз, да, и, может быть, у студентов. Крупнейший специалист по международным отношениям. Есть ли у вас вопросы? Вопросов нет, спасибо огромное. Сейчас у нас 10-минутный перерыв, затем вы возвращаетесь сюда на следующую лекцию. Спасибо. Все лекции записываются. Это будет все доступно. Спасибо. 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 за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.